Иисус Христос придет снова. Его второе пришествие – это время суда. Иисус будет царствовать и править как владыка. Это будет время радости и великой славы, но только для верующих. В книге Откровения говорится, что перед самым пришествием Христа на земле будет полный хаос во всех сферах. Волнение будет в социальной, политической и экономической сферах жизни, и верный остаток будет взывать Господу. «Приди, Господь Иисус!» И еще один признак – возвращение Христа во многих охладеет любовь. Уверяю вас, мы уже это наблюдаем. И поэтому в Евангелии от Луки 12, главе 37 стихе Иисус говорит, «Блаженны рабы те, которых Господин, придя, найдет бодрствующими». Бодрствование здесь имеет значение ожидания возвращения Господа. Находиться в состоянии ожидания. Когда Библия призывает бодрствовать, это означает готовить себя к Его пришествиям. Возлюбленные, послушайте, нет никаких сомнений, что Иисус Христос скоро вернется на землю. Его второе пришествие не будет как первое. При Его втором пришествии верующие переживут полное искупление. Это также будет время суда, день суда. Во время второго пришествия Иисус придет, чтобы править и царствовать. Его слуги будут править и царствовать вместе с Ним. Во время второго пришествия мы увидим наших близких, которые умерли в Господе. При Его втором пришествии святым будут розданы их награды. Второе пришествие будет временем радости и великой славы для верующих. Этим ожиданием была пропитана самая первая церковь, ранняя церковь. Поэтому они приветствовали друг друга словом «маранафа», что означает «Господь гряди скорее». Вот как переводится это славное, замечательное выражение «маранафа». «М-А-Р-А-Н-А-Ф-А». Давайте скажем это слово вместе. «Маранафа». «Господь гряди скорее». И в третьей главе второго послания Петра говорится, что лжеучителя будут отрицать, игнорировать, недооценивать серьезность того, что Христос вернется на землю. Написано, прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели. Их будет все больше и больше к концу времен. Они появятся, и их количество будет расти в последние дни. Они не только будут продвигать безнравственность, они будут игнорировать любую мысль о грядущем суде. Петр говорит о втором пришествии Господа Иисуса Христа как о факте о грядущем событии. Это произойдет обязательно. И Он призывает не выбрасывать это из Своей головы. Пусть это будет лежать в основе каждого принятого Вами решения и всех Ваших отношений, Ваших финансовых планов. На протяжении всего дня Вы не должны забывать о том, что скоро Господь грядет, Он говорит так. Я пишу это второе послание с определенной целью. Я хочу напомнить и Вам, что этот великий день грядет. Размышляйте об этом. В третьем стихе Он говорит, что реальная причина, почему эти лжеучители отрицают второе пришествие Христа, состоит в том, что они истлевают в своих похотях. Что это означает? Они находятся в поиске наслаждений и игнорируют мысль о том, что грядет суд Божий. Они дают себе лицензию на любые наслаждения этого мира и ненавидят мысль грядущего окончательного суда. Их обижает любой намек на то, что они в ответе, что увели многих от истины. Истина также и обратная. Верующие, которые верны Богу и ожидают возвращения своего Господа, постоянно и систематично очищают себя, становясь все больше похожими на Христа. Они все больше желают вести образ жизни святых. Их вдохновляет грядущая награда, что настанет день, когда они получат награду от Бога за верность, и никто у них эту награду не отберет. Вот. Далее идет четвертый стих. Здесь показано отношение людей ко второму пришествию. «Да о чем вы говорите?» — спросит у меня кто-то. Люди говорят о втором пришествии уже целых две тысячи лет, но так ничего и не произошло. То, что описывается в четвертом стихе, мало отличается от того, что мы зачастую слышим от людей. Они говорят, что Иисус не вернется лично для того, чтобы забрать верующих на небеса, что небеса и ад — это состояние ума. Они говорят, «Эти верующие христиане говорят о судном дне уже много веков подряд. Мы больше им не верим». Эти помешанные на Библии уже много проповедовали о грядущем суде, но суда так и не было. Вы, христиане, слишком долго говорите о том, что Землю ждет погибель, но мы собираемся спасти планету Земля. У грядущего суда нет эмпирических доказательств. Все, что происходит вокруг, имеет естественное объяснение. Все мы пойманы в сети естественной эволюции, которую проповедуют эти дарвинисты. И Бог — часть этой эволюции. Бог развивается вместе с нами. Он тоже попал в это мировое окно перемен, и ничего с этим поделать мы не можем. Один из этих лжеучителей сказал буквально следующее. «Если заменить слово «Бог» на слово «перемены», то ничего не изменится. Хочется кричать от таких мыслей. Для них «Бог» и «перемены» — это одно и то же. «Мне хочется кричать миллион раз» — «нет», «нет» и «нет». В эти перемены входят и перемены в сторону развращения. Все это противоречит Слову Божьему и Его закону. Бог позволил этим переменам прийти, потому что сам Бог эволюционирует и развивается. Петр назвал этих людей наглыми ругателями. Почему? Потому что они намеренно игнорируют тот факт, что Бог существует отдельно от Его Вселенной. На самом деле, Он над Его Вселенной. Бог не такой, каким Его представил автор книги «Хижина». Что Ему трудно с нами. Он не анчится с нами. На это я хочу сказать миллион раз «нет». Бог над всей Вселенной. Он держит всю Вселенную под контролем. Он держит всю Вселенную силой Слова Своего. Петр говорит здесь также и вот о чем. Он говорит о навязанной людям слепоте. Мы читали в Библии, что люди вокруг ослепли, но мы видим свет. И теперь это происходит с нашим обществом. Мы своими глазами видим, что люди становятся слепыми. Это слепота – результат постоянной работы лжеучителей. Петр здесь говорит о том, что они закрыли глаза на два глобальных события, связанных со всей Вселенной. Во-первых, это сотворение мира. Мир был создан Словом Божиим. Господь мгновенно сотворил все созданное. Ему не понадобилось сырье, материал для того, чтобы имело место сотворение нашей Вселенной. Ему не понадобился большой промежуток времени. Бог существовал всегда, а у Вселенной есть начало, и поэтому есть конец. Бытие. Первая и вторая главы описывают молодую Землю. Бог сотворил Вселенную за шесть дней. И в каждом дне было 24 часа. Меня веселит, когда я слышу по телевидению «25 миллиардов лет тому назад». Откуда вы это берете? И они кивают друг к другу. Да-да, именно так. «25 миллиардов лет тому назад». Тотальное невежество. Петр пишет, «Вначале Словом Божиим небеса и земля сотворены из воды и водою». Бог использовал водные массы для того, чтобы погубить Землю потопом в одни Ноя. Он упоминает второе глобальное событие. Он говорит о всемирном потопе. Что произошло? Бог не мог больше терпеть тотальное зло на этой земле. Он не мог терпеть кровопролитие и непослушание. Бог взял эти две водные массы, которые были на своих местах, и высвободил их. Они-то и потопили Землю. После потопа в 9, 12, 14 и 15 главах «Бытия» Бог пообещал никогда больше не уничтожать Землю потопом. Поэтому, когда придет время Великого Суда Божьего, земля будет уничтожена огнем. Именно так. Точно так же, как по приказу Господа воды хлынули с неба, так на землю сойдет огонь. В 7 стихе сказано, что Вселенная сберегается огню на День Суда и на погибель нечестивых. Никогда не забывайте на погибель кого? Это важно. Мы еще к этому вернемся. Иисус говорил, «И будет как во дни Ноя». Когда Сын Человеческий придет на Землю, все будет как во дни Ноя. Эти два периода истории имеют массу схожих черт. Те, кто отверг истину об Иисусе Христе, те, кто постоянно говорил Иисусу «нет», предстанут перед судом. Но никогда не забывайте о том, что Бог заберет Свою невесту с этой земли, прежде чем на нее обрушится его окончательный гнев. Он избавит нас, а вытащит из этой огненной печи. В 8 стихе Петр говорит, «Не забывайте, что для Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». Это он цитирует Псалом 89, 5 его стих. «Ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи». Послушайте, Петр говорит здесь, что Бог смотрит на времени так, как смотрит на Него человечеством. Люди ограничены временем и не могут вместить неограниченного Бога в свои временные рамки. День пришествия Господа был еще давно предназначен небесами. И поэтому, когда Моисей спросил Господа у горящего куста, «Как мне представить народу, кто послал меня?» Бог не сказал ему, «Я тот, кто был. Это сделало бы его Богом прошлого». Бог не сказал ему, «Я тот, кто буду, потому что это сделало бы его Богом будущего». Но он сказал, «Я есть существующий». То есть, он Бог прошлого, настоящего и будущего. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он Бог, который не изменяется из рода в род. «Я есть» означает, что он автор всего сотворения. И последний финальный аккорд тоже за ним. И мы благодарим нашего Господа за его всемогущество. Аминь. А теперь посмотрим 9 стих. Петр продолжает то, что он учил о Втором пришествии. Он здесь апеллирует характером Бога. Любой аргумент, не соответствующий характеру нашего Бога, не основанный на Божьем характере, может быть разбит. Но любой аргумент, базирующийся на характере Бога и на том, как он поступал в прошлом. Это хороший, сильный аргумент. Вот в чем он заключается. Бог еще не вернулся на землю, потому что он проявляет терпение к грешникам. Он ждет. Он милостив и долготерпелив. Не потому, что его планы не ясны, или что он бессильный, или что-то его отвлекло. Нет. Дело как раз в обратном. Он так милостив и долготерпелив, что специально медлит, чтобы избранные грешники могли прийти к покаянию. Пожалуйста, услышьте меня точно так же, как Бог послал своего сына. И как говорится в послании к евреям, первой главе, первом стихе, он послал его, когда наступила полнота времен. Он установил это время. Расписание составил он. И так же он пошлет своего сына во второй раз, когда наступит полнота времени. Его времени. Десятый стих для тех, кто его не ждет. Он придет неожиданно, спонтанно, как пять дев. Они уснули. Но другие пять дев были готовы. Они были в состоянии ожидания. Тогда как другие, пять, были столь заняты своими земными заботами, что совсем забыли об этом великом дне. Они его не ждали. и для них он придет неожиданно, как вор ночью. И тогда небеса шумом придут. Под небесами он имел в виду видимую вселенную, межгалактическое пространство. «Тогда небеса шумом придут, но ни одна йота из того, что написано в Божьем Слове, не исчезнет никогда». Петр говорит, что это событие будет настолько громким, что всякие, живущие на земле, непременно его услышат. Для тех, кто любит Иисуса, кто возложил свое упование на Иисуса, для тех, кто жаждет встречи с Ним, это будет день ликования, день великой радости. Если вы еще не обратились к Иисусу Христу в своей жизни, вам нужно сделать первый шаг, покаяться в своих грехах и принять Его как вашего единственного Господа и Спасителя. Но я хочу сделать вызов тем, кто уже познал Господа, и многие из вас с Ним уже долгие годы. Ваши дела, ваши планы, дни, лишь немногие из них как-то связаны с вечностью. Вы все связываете с вашей земной жизнью. Я призываю вас сегодня ответить самим себе на следующий вопрос и не успокоиться, пока не ответите. Для того, чтобы его задать, я расскажу вам одну правдивую историю. Она начинается с выпускного курса в юридической школе. Речь идет о Чарльзе Финне. Летом он работал интерном в одной юридической фирме в штате Нью-Йорк. В то утро он решил прийти в фирму, прежде чем туда придут все адвокаты. Он хотел подготовить офис. Какое-то время он сидел там один, и он услышал голос Божий, который сказал, «Финней, что ты собираешься делать по окончании своей юридической школы?» И он ответил, «Я буду работать юристом, а что потом? Потом заработаю кучу денег, разбогатею, а что потом? Выйду на пенсию, а что потом? Умру, а потом что?» Следующие слова он произносил уже дрожащими губами. Заикаясь, он ответил, «А потом будет суд». При этой мысли Финней вышел из офиса и пошел в лес, где он встал на колени и молился. Он увидел себя пред престолом, божественного суда. Он осознал, что все его планы, цели в жизни были связаны только с жизнью земной. Его амбиции о будущем захватили его полностью. Он думал только о себе и совсем не думал о вечности. Когда Финней вышел из этого леса, я думаю, вы догадались, что это был новый человек. Но после этого он еще долго боролся с вопросом цели. В итоге в этой битве победил Бог. Финней посвятил свою жизнь Господу и привел ко Христу тысячи людей. Многие говорят, что этот человек, его жизнь оказали мощное и долгосрочное влияние на местность, где он служил. Говорят, что он проповедовал как адвокат. Итак, мой вызов вам. Пожалуйста, не оставьте себя в покое, пока не ответите на вопрос, а что потом? В итоге, это только между вами и Богом. Постоянно задавайте себе вопрос, а что потом? Что потом? И пусть Дух Святой поможет вам изменить ваш ответ, если сегодня ваша жизнь не сфокусирована на вечности. Пусть Бог проговорит к вам. Провозглашая бескомпромиссную истину на пути вперед с доктором Майклом Юсефом. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ